Я не могу назвать ни одной достойной причины, по которой эти отношения могли бы продолжаться. Это тяжело признавать, но они исчерпали себя. Мне жаль. А впрочем, нет, мне не жаль. С Аль-Ави люди меняются. Чувства уходят. И однажды наступает момент, когда ты понимаешь, что человек, который рядом с тобой, абсолютно тебе чужой. Вечная любовь не больше, чем миф. К счастью, я недостаточно доверчива и недостаточно романтична. Но зато честна. И по правде сказать, он худышный из тебя вышел принц. Скажу даже больше. Мне трудно представить, что мне быть более ужасная, чем долгая совместная жизнь, рядом с таким мужчиной, как ты. Поэтому большая просьба, просто оставить меня в покое. И больше никаких ночных звонков, никаких смс, никаких букетов под дверью. Расковь глаза. Это финиш. Развязка. Как? Нет. Эй, улыбочку. Что ты? Улыбочку? Я тебе сейчас покажу улыбочку. Ты у меня надолго эту улыбочку допомнишь. Ты у меня сама сейчас улыбаться будешь. Кстати, взгляните, Инга Хвостикова. Наша лучшая сотрудница. Ну, возможно, я недостаточно ясно объясню вам свою ситуацию. Моя невеста, которую вскоре с вашей помощью, я надеюсь, назвать бывшей, ливнует меня к каждой березе и табуретке. Но прошлой неделе она чуть не набросилась на официантку, которая по дурости задержала на мне свой взгляд. Спасибо. Поэтому я даже представить себе не могу, что может случиться с вашей лучшей сотрудницей, если... Нет. 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 Об этом и речи быть не может в моем сложном случае. Ну, вы знаете, как практика показала, для нее нет тяжелых случаев. Ну, у нас просто незаменима ситуация, когда речь идет о встрече с глазу на глаз. Она опытная, жесткая, иногда даже жестокая. Мужчина, она способна довести практически до инфаркта. А женщина... Женщина, она моментально лишает всех этих глупых иллюзий относительно долгой и счастливой жизни с прекрасным принцем. Взгляните еще раз. Вы что творите? Так, слушайте, у меня совсем мало времени. Давайте сегодня обойдемся без красивых прелюбий, ладно? Короче, он не придет. Вы больше никогда его не увидите. Буквально в эту минуту мои коллеги перевозят его вещи из вашей квартиры. Ни о чем не беспокойтесь. Скоро в вашей жизни не останется и следа от этой несчастной любви. Это ошибка какая-то? Да нет, это не ошибка. В моем агентстве это называется полный пакет услуг. Давайте мы с вами по-быстрому пройдем вот этот этап отрицания и сразу перейдем к следующей стадии. У меня, правда, вообще нет времени. Смешно. Классный розыгрыш. Только на будущее жертвы вы тщательно выбираете. Неужели вы думаете, что меня можно просто так бросить? Ладно. Еще, пожалуйста. Вас зовут Кристина. Вам 26 лет. Работаете продавцом-консультантом в магазине женской одежды. Были всегда на хорошем счету у начальства. Но в последнее время все чаще случаются проблемы. Оно и понятно. Какая тут работа, когда на носу лимузин, фата и ЗАГС. Только вот и я передумала. А сказать об этом лично и решается. Кишка, знаете ли, тонка. Это ошибка. Он не мог. Он не мог. Да поймите же вы. То, что сейчас произошло, это лучшее, что случалось в вашей жизни до этой минуты. Ну, скажите, пожалуйста, на что был бы похож ваш брак? Вот я лично прошла через три, что ничего, кроме троих детей, проблем у меня не осталось. Девушка, будьте добры, можно чаю с ромашкой для девушки? Спасибо. Хотите узнать, на что похожа жизнь после Горька? Возможно, ваш муж станет отличным добытчиком. И поселит вас в шикарной квартире с видом на парк. Однако сам будет заявляться домой ближе к утру в одежде, пропавшей чужим женским парфюмом. Он же мужик, добытчик, самец. Ему необходима разрядка. Отдых, так сказать, от тягот семейной жизни. Возможно, другой вариант. Он будет верен, как пёс. Дома будет чистота и порядок. Вся техника работает. Каждой вещи отведено строго определенное место. И в какой-то момент ты поймаешь себя на мысли, что и ты такая же вещь со строго определенным местом и функционалом. Есть еще один вариант. Он предоставит тебе полную, абсолютную свободу. Вот только обратная сторона этой медали. Его собственная полная свобода от каких-либо забот и обязательств. И вскоре выяснится, что это единственное, что он может тебе предложить. А одной свободой сыт, как известно, не будешь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У вас, правда, трое детей. Правда? И, кстати, они сами себя из сада не приведут. Так что я побежала, ладно? А ты пока поупражняйся в подборе синонимов к слову «козел». Обычно от этого становится легче. И очень, очень тебя прошу, не звони ему, ладно? Женская горда, знаешь, штука хрупкая. Свою раз топчешь, у подружки взаймы не возьмешь. А он же кинул тебя. Причем самым мерзотным способом. Чужими руками. Подождите. Поехали, кто вперед? Молодцы. Отлично. Осторожно танк в повороте. Класс. Молодцы. Кто первый? Мари, заторжи. Тащи, 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 тащи. Быстрееей. Данька, привет. Дрей суп, а то у тебя сейчас голодные родственники съедят. Николька, Марк, давайте все на кухню тащите, тащите. Молодцы. Это что такое? Ну, о чем стали все договариваться? Мам, я все равно не понимаю эту математику. Молодцы. Марк, Николь, руки мыть. Так, Данька, давай с тобой, с диктанта начнем. Данька, садись, пиши. Вот где хлеб? Хлеб? Вон там лежит, вставай. Я нашел. Нашел? Ну, жуй только, раз нашел. Так, уважаемый Виктор, как говорила классик, все счастливые семьи счастливы одинаково. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. К сожалению, ваша уже давно относится ко второму типу. Мам, как пишется классик. Ты пошутила, я надеюсь? Так, ну, что читать будем? Смотрите, у нас есть тут чувакатки, утенок, дюймович, стойкиловянный солдатик, как гниво. Дань, принеси, пожалуйста, телефон, там в прихожей лежит. принцесса на горошине. Вот, все. Держи. Начальство на проводе. Сейчас, минуточку. Я не работаю по вечерам, сто раз тебе говорила, ну, куда я их делу? Скажи мне, пожалуйста. Дорогая, ну, пожалуйста, выручай. Да там работы всего минут на пятнадцать, а завтра возьмешь от головы и спишь. Нет. Юля, нет, я тебе говорю. Послушай, послушай, координата на почте. Заказчику зовут Анастасия. Что-то у тебя со связью вообще очень плохо слышно, Юль. Дорогая, оплата по тройному. Снотаристы. Ладно. Ну, это последний раз. Спасибо, спасибо, дорогая. Я на встрече. Не могу говорить. Не удивлен. А если бы ты могла предупредить меня заранее? Извини, бэйп. Сегодня никак. Мы тут с мацанами. 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 Только смотри в меня, чтобы не как в прошлый раз. Да боже упаси, Веренька Степановна, час сорок пять, как штык буду дома? Не киснуть, всё нормально. Завтра же с папой вы в кино пойдёте. Пока. Спасибо, спасибо. Ну что, беспризорники, во что играть будем? Это не то, что я вижу, а? Ты вообще слышишь, что ты несёшь? Леночка, Леночка, ты не гипетись, это очень вредно для сердца. Для сердца вредно, с девками кувыркаться, которые тебе в дочери годятся. А ты ничего, выглядишь бодро, кобель, а? Кто потерял? Простите. Красивая. Французская, поди. Мне такой первый муж покупал. Ой. Ещё одна, да? Серёженька, вы тут втроём развлекались, да? Я пока тебе рубашечки выглаживаю, ужин тебе готовлю. Из-за детей твоих ночью не сплю, а ты вот здесь, да, с ними. Лена, прекрати, какой притон. У тебя что, совсем крыша поехала от сериалов, а? Я понятия не имею, что это за женщины. Слушайте, кто вы такая, что вы тут делаете? Я сейчас полицию вызову. Нет-нет-нет, ничего вызывать не надо, я сама через пять минут отсюда уйду. Вы присядьте, пожалуйста, я вам сейчас быстренько всё объясню. Да? Может, вам ещё чайку налить, а? Нет, чайку мне не надо. А ну-ка, выматывайся всё, быстро! Могу, не могу, простите, простите. Присядьте, пожалуйста. Так, дай мне, пожалуйста, свой телефон. Мы ещё её выслушивать будем. Ха-ха, как же! Так, прекрати истерику. В следующий раз мы поедем домой и всё спокойно обсудим, ну. Не смей меня трогать! Трогать меня не смей, тварь! А ты не смей на меня орать! Ты что себе думала, а? О рубашечке, ушин, дети? Я что, на коленях пред тобой должен стоять, да? Дура! Что? Мне жена нужна была, мне баба нужна была, слышишь? Понимаешь? А не нянька и не домработница. А может, ещё лучше тебе две бабы? А ты что, не понимаешь? Что им денежки от тебя нужны, да, Сергей? Не понимаешь? Рот закрой! Ты, девчон, никогда не нуждалась! Да я тебе сейчас… Прекратите, прекратите! Сейчас же вы оба и дайте мне, наконец, сделай то, зачем я сюда пришла. У меня времени мало, меня дети ждут. И нет, к вашему мужу они не имеют никакого отношения. Я его вижу первый и очень надеюсь, что в последний раз в жизни. Сергей, сядьте! Женщина, туда, пожалуйста. Спасибо. Присядьте. Отлично. Итак, многоуважаемый Сергей. Хотя, нафиг эти формальности. Короче, Сергей, я, честно говоря, к вам не испытываю ни малейшего уважения. Я не знаю, сколько женщин побывало на этом обшарпанном диване, но я точно знаю, что одной из них, которая является сегодня моей клиенткой, чьи интересы как раз-таки я сегодня и представляю, чертовски надоело числится в списке ваших любовниц. Представляете, вот так вот… А-а! Надо, видимо, имя назвать. Обычно это не требуется, но окей, в вашем отдельном персональном случае… А ну-ка, вон отсюда! А ну-ка, быстро! А ну-ка, быстро, спокойно, спокойно, спокойно. Мою клиентку зовут Анастасия. Фамилию не припомню, но надеюсь, что в вашей жизни она представлена все же в единственном экземпляре. Сережа! Это что, эта фигня? Алиса, ну ты-то хоть сюда не лезь-то. Сереженька, что ж ты так с девушкой? Она же думала, что она у тебя единственная! А дура наивная! Сережа, сделай что-нибудь! Почему ты позволяешь ей меня оскорблять? Сергей, я еще не закончила. В общем, вот эта вот как раз-таки Анастасия, моя клиентка, да, она очень просит вас, Сергей, больше никогда не появляться в ее жизни, окей? Воды, пожалуйста, кто-нибудь. Да ладно, детка, ты не обижайся. Ты же, небось, только школу недавно закончила, да? Тебе простительно в дурах-то ходить. Да ты мне просто завидуешь. Я вас очень прошу, дайте мне воды. Да, да, завидуешь. Завидую. Тимпе, ты чему тут завидовать? Лохмам твоим, кубякам твоим, кубякам твоим. Конечно, к красоте моей завидуешь. Я поняла отсутствие мозгов. Да это умер, старушка. Сорок лет же вы начинаете только в кино. Поговори мне еще тут, а чему завидовать, а? Чему, да молодости моей! Да, да ты что? Да, да, завидуешь. Сергей, скорую вызывайте. Что, сказать-то нечего, поэтому и бесишься. Заткнись, кому говорят. Что, сама заткнись, давай. Вы свои народы, заморчите вы. В скорую звоните, курицы. В такси, в такси я уже, да, да. Вероника Степановна, я его заморяну. Хорошо. Последний, только в последний. Продолжение следует... Молодой человек, я с работы специально отпросил, что у меня час времени, и все. Что? Слушайте, я никому не скажу. Быстро сбегаю наверх и вернусь. Что, не пустите? Приемные часы после трех. Девушка, девушка, прекратите нарушать больничный распорядок. Вставайте, вставайте. Это вам не проходной двор. Слушайте, а я не поняла, почему ему можно, а мне нет? Капитан Журавлев. Не избой, читай, нет. Ну, конечно. Черт. Синицын Сергей Валерьевич, 56 лет. Доставлена скорость подозрения на сердечный приступ. Угу. И скончался. От остановки сердца. Час 45. А меня-то чего вызвал? Сказать, что 50-летний мужик в больнице скончался от сердечного приступа? Дело в том, что в анализах его крови, я перезвоню, было обнаружено наличие сердечных гликозидов. То есть, ты считаешь, что ему кто-то помог? Ну, я же обязан тебя проинформировать. Слушай, если я тебе скажу, сколько у меня на столе лежит нераскрытых дел? Да я прекрасно все понимаю. Только у Синицына проблем с сердцем не было. И никаких лекарств, как утверждает его скорбящая супруга, он не принимал. Люди умирают. И даже врачи не могут им помочь. Кожи хотите? Я понимаю, сомнительное утешение... Тебя царят бок о бок, как один день. Подружки все давно в разведенках. Паша с утра до ночи в одиночку детей дянут. А у меня все было. Муж, дети, квартира. Отдых два раза в год. И я дура думала, что это навсегда. Это дьявол. Это точно дьявол. Это дьявол. Дьявол выдумал все эти мобильники. Дзынь. И у тебя отобрали жизнь. Вот. Я же, честное слово, я сначала не поверила. Мало ли на свете идиотов. Думаю, ну не может же быть. Ну не может быть, я смотрю, я сижу в машине, вот адрес никто из этой, вот чертовы смс. Можно? Его уже нет. Скажите, а как мне теперь жить, а? Что мне детям сказать, а? Одну секунду. Алло. Да, слушаю. Кофе хотите? А, говори, говори. Это во сколько было? Борис Ильич, я к вам. Да, слушаю. Слушайте, не вижу никаких оснований для открытия дела. Ну, зря время теряем. Уверен. Ну, смотрите, жена застала мужа с любовницей, которая, вероятно, ее и позвала. Слезы, истерика, выяснение отношений. Тут и любого мужика сердце не выдержит. Вот. А тот плотненько сидел на таблетках. Хотя жена говорит, что он никогда не употреблял таблеток. Вот. Собственно, в этом и есть весь сыр-бор. Хотя она думала, что он и спит только с ней. Ну, и слава богу, как говорится, пиши отказ. Так, продолжу, прошу. Как еще раз фамилия? Синицын Сергей. Вчера вечер поступил на скорой. Простите, но я не могу вас к нему пропустить. Девушка, вы издеваетесь, что ли? Я тут три часа вокруг больницы, круги наворачиваю. Девушка, вы права не имеете. В конце концов, скажите мне, какая палата? Вы только не нервничайте. Вам ведь должны были уже сообщить. Вчера вечер. Слышина. Я абсолютно согласна. Здрасьте. Здрасьте. На прошлой неделе встречалась с подружкой. Она хорошая, но немного ку-ку. Всю жизнь по гороскопам живет и меня агитирует. Ждет тебя, говорит, неожиданный поворот судьбы. Я рассмеялась. А когда жена нас застукала, подумала, вот он. А я уже год как платье выбрала. Молочное, с бисером. Сейчас, наверное, не время это говорить, но… Ну, слушайте, он же изменял не только жене, но и вам. Ну, поженились бы вы, а дальше что? Горбатого могилы исправят. Ой, простите. Простите, я не хотела. Да вы вообще ни черта не знаете, мы любили друг друга. Какого черта ты вообще появилась? Так ведь это ты во всем виновата. Если бы не ты, вообще бы ничего не случилось. Миш, ну ты представь, я сижу такая, ее успокаиваю, пытаюсь ее как-то поддержать, что ли. Она мне вдруг выкатывает, это ты, мол, убила моего жениха. Слушай, Миш, а что, если это правда из-за меня, Миш? Что, если это правда я его убила? Миша, что мне делать, Миша? Ну скажи, помоги мне чем-нибудь, ну что мне? Господи, Инга, родная, ну что ты мне прикажешь делать, а? Ну если причитания этой дамы перерастут в уголовное дело, я с превеликим удовольствием буду представлять твои интересы в суде. Даже денег не попрошу. А сейчас ты мне что прикажешь делать? Выкатить этой дамочке иск за то, что она растоптала твое достоинство? Ну мог бы просто успокоить меня. И хоть раз повести себя как нормальный мужик, а не как чертов адвокат. Ты родная номером ошиблась. У тебя по этой части давно гена имеется. Вообще знаешь что? Просто совершенствуешь свое мастерство. Наконец, настал тот момент, когда мужчина не выдерживает даже первой встречи с тобой. Я вот на тебя когда-нибудь сам лично в суд подам. До свидания. Спасибо, да. Хорошо. Договорились, да. Пока. Пока. Да ладно. Да. Решился все. Перестань себе. Ничего себе. Ну, велкам, как говорит мой первый бывшему, что за клап. А завидовать надо, мол, все. Сама небось четвертого уже в своей сети ловишь. Естественно. Сейчас я такого найду. Обзавидуешься. У меня же немного надо, чтобы не зарабатывал как первый, на руках носил как второй, чтоб еще вроде чужих детей души не чаял, как третий. Короче, три в одном. Кофе в пакете. Ты неисправима. Давайте выпьем. Давайте. За невесту. Ура! За невесту. Ура! Спасибо. Приятная. Очко. Спасибо. Что-то случилось? Ну, чтоб того. Да, ты должна была мне сразу же позвонить. Сразу же. Ты представляешь, какие последствия могут быть у этой истории? Может, мне уволиться? Как представлю, что опять куда-нибудь приеду и там… Фух, вот я сих порываю лицо перед глазами. Даже думать об этом не смей. Это трагическая случайность и точка. Ну, ближайшее время тебе действительно лучше не работать. Тут ты права. Не, ну, а что, побольше с детьми, не подольше. Ну, спа, массаж, маникюр. Через недельку придешь в норму за работу. Ну, только от этой истории, чтоб никому. Слушай, мне надо с ней увиниться. С этой заказчицы, с Анастасией. Ты вообще представляешь, что будет, если пойдут слухи, что мои сотрудники… Ты же понимаешь, я все равно это сделаю. С твоей помощью или без. С твоей просто немножко быстрее будет. Ну, пожалуйста, дай мне ее анкету. Ну, ты же знаешь, я все равно это на ее… Скажи, ну, не надо накануне свадьбы? Ну, ладно тебе. За невесту. Да, здесь люди не живут. Ну, в кирд. Кинула. Мама! 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 Привет! Эй, Заяц! Коротышка, здорова! Ты когда уже с пробками разберешься? Два раза вырубала. Водичку для чая приходилось кипятить в ковшике. Эй, я! А меня, прикинь, клиентка кинула. Первый раз в жизни. Ну, срочный вызов, крайная оплата, все такое и пропало. Учись, студент. Жизнь не пригодится. Понял? Юлька тоже молодец. По телефону заказ приняла. Теперь мне писать ее не может ничего. Как ее искать, теперь я не знаю. Мишку попроси. У него же связи как грязи. Ну, как же, поможет он. В лучшем случае денег даст, а в худшем нафиг пошлет. Тут даже не в деньгах дело. Мы же просто как-то… Тогда копом иди. Ты же знакомый есть хороший? Пока! Детвора! Пока-пока! Студент, учись! Пока. Спасибо. Копом. Здрасте. Здрасте. А, даже так. Серый, серый. Галстук, галстук. Я сейчас сейчас напишу. Трогайте меня. Вы что трогаете? Вы находитесь у меня в кабинете. Что дальше? Я сейчас напишу заявление. Я за жаловаться говорю. Идите, жаловаться, куда хотите. Кирюх, 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 пожалуйста, проводи ее вниз. Пусть она вас дописывает у дежурного. Заявление по 159-й. Все. А какой ущерб? Какой ущерб? Пять тысяч ущерб. Отлично. Пять тысяч ущерб. Кто же вас так облапошил? Клиентка у меня, понимаете? Знаю имя, Анастасия. Адреса не знаю, контактов не знаю. Ничего, в общем, больше не знаю, но… Гленька и дело верняк. Я, например, знаю фамилию и имя ее любовника бывшего Сергея Синицына. Ну, мало ли, всякое бывает. Он вдруг поможет. Синицын? Синицын. Оснований для открытия. Дела нет. Представляешь, так и сказал. Вот прям так и заявил. Хотя в больницу-то он как раз приезжал по делу Синицына. Потому что у него там в граве какие-то лекарства нашли, что-то сердечное. Ты что, у него сердце было больное? А вот в том-то и дело, что нет. Именно поэтому копов и вызвали в больницу. Я как услышала, у меня прям молния пронзила. Я говорю, вы вообще что? Вы закрываете дело, не выяснив всех обстоятельств. Человек же все-таки умер. Ничего себе. Ну, представь себе. Может, не самый высоконравственный, но человек же. Ну, короче, я ему так мягко, но достаточно ясно, дала понять, что пока делать выводы с этим делом не стоит. Погибший был главный редактор автомобильного журнала. Личность известная, я в интернете про него посмотрел. Так что, если журналисты узнают, что мы закрываем дело, не дождавшись результата вскрытия, вряд ли нас по головке погладит. Даю двое суток. Свободен. Короче, я его припугнула. Надеюсь, поможет. Поможет чем? Ты представляешь, что с завтрашнего дня здесь будут сновать твои копы? Расспрашивать, вынюхивать, копаться. Подожди, подожди. Я… Я как-то… Да я не думаю вообще, что это как-то повлияет. Ты зря паникуешь. А что ты говоришь? Ничего, если они моим бизнесом заинтересуются? Нет? Об этом ты не думала? Ладно. Пойду работать. Нет. Не, ну я все понимаю. Ну, вообще зачем тебе это? Ну, ты же сам говорил. Муж, жена, любовница. Две. Причем одна из них присылает на встречу своего представителя. Тот, в свою очередь, договаривается о времени. Девять ноль ноль. И в этот же день жена получает такую же смс-ку. Ты думаешь, что смс жене тоже ее рук дело? Ты думаешь, нет? Она ждала липовый контакт агентства. Нет, она просто заработать решила. Или знала. Знала, что мы будем ее искать. В конце концов, сорок шесть лет – это не возраст, чтобы умирать. И не такой он, что был и дурак, чтобы упичкать себя всякой дренью. Иван! Да. Ну что, кровь высохла, мебель цела? Я? Да. Так вы же сами велели ничего не открывать без вашего прихода. Ух, какой вы законопослушный гражданин. Молодец. Ну, вот. Мы пришли, показывайте. А у вас, у вас же ордер, наверное, есть? Конечно. Целых два. Раз и два. И медаль за отвагу. Слушай, у нас есть кто-то налоговый, нет? Катенька. Катенька. А вы сколько сдаете квартиру с Синицыным, а? Пять лет. Пять лет. Без налогов. Без контракта. Как же так? Пойдемся. Катенька. Открывает все двери. Ничего не прикасайтесь. Руки в карманы и не вытаскивайте. Ну, пойдем посмотрим. Давай глянем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь застукали. О-о-о. Кирюха. Че? Здесь упало. Иди сюда. Как хорошо знали убитого, погибшего. Так а вы еще не уверены, что это убийство? Отвечайте на поставленный вопрос. Раз в месяц получал от него переводы за квартиру. Вот и все знакомство. Я сам за городом живу с мамой. Она у меня не ходячая. Ей уход нужен. Так нам эти деньги были хорошим подспорьем. Квартира чего такая пустая? Да не заглядывал я. Ну, хватит и хорошо. Почем я знаю, чем он тут занимается. Ясно зачем он тут занимается. Ильюха. Ильюха. Не разлей. Угу. Здрасте. Витамины для деток поберете? Три, семь, двенадцать. Такая молодая и уже трое. С вас тысяча пятьсот шестьдесят три рубля. Ага. Я тоже за себя мечтала о большой семье. Трое, как минимум. Ну, раз мечтали, значит, она у вас обязательно будет. Только не с Игорем. Держите. Вы что несете? Вы кто? Инга Хостикова. Сотрудница агентства расставаний «Чао Какао», в которую как раз таки обратился ваш Игорь. К сожалению, это означает, что он решил с вами расстаться. Ну, слушайте, для такой симпатичной девушки какой, я думаю, это просто прекрасная моя честное слово. Ну, что-нибудь еще? Спасибо, что напомнили. Где она? Черт. Слушай, ну, подключи. Аккумулятор, все. У нас посмотрят, да. Ну, все, давайте. А это вы забираете? Да, да, да. Открывайте дверь, пойдем. Не бойтесь, не повесим, мы на вас это делаем. Аля. Мне трудно представить что-нибудь более ужасное, чем долгая совместная жизнь рядом с таким мужчиной, как ты. Чувство уходит, а однажды наступает момент, когда ты понимаешь, что человек, который рядом с тобой абсолютно чужой, вот в этом все дело. Класс, вот если бы я полгода назад узнал о такой услуге, видишь, у меня бы жизнь по-другому сложилась. А так я после бывшей, мне надо бы бабу нормально смотреть не могу. Ну, тебя. Угу. Угу. Вот и на, наша хата. Ну, здорово, мужик, по-другому. Ну, на. Он что-то пьет? Угу. 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 Ты на токсикологию все передал? Угу. Есть теория? Угу. Что если она, если она не случайно там оказалась? В смысле? Ну, смотри, она специально поставила камеру так, чтобы не было видно, что происходит на кухне. Угу. Угу. Кира. Это она подсыпала глюкозиды в сок, понимаешь? Она! Она! Сегодня классно. А зачем? Угу. Не знаю. Сейчас просим. Значит, вы не отрицаете того, что видеокамера, найденная нами на месте преступлений, принадлежит именно вам? Напротив, я на этом настаиваю. Даже так. Слушайте, а почему вы со мной разговариваете таким тоном? И почему мы вообще должны говорить с вами здесь? Так, вопросы здесь задаю я. Ответьте мне, пожалуйста. С какой целью была проведена вами видеосъемка в квартире Синицына? Руку набиваю. Мечтаю о режиссерской карьере. Но с рабочей целью, с какой же еще? Я должна предоставить клиентам подтверждение проведенной встречи. Фото или видео, в зависимости от обстоятельств. Скажите, я достаточно полно ответила на ваш вопрос? Да, да, да. Супер. Я тогда это… Сядьте. Сядьте, мы не закончили. Сядьте, сядьте. Значит, вы утверждаете, что вы не знаете клиентку, которая вас послала к Синицыну? Да, иначе зачем бы я к вам приходила и искала ее? Угу. И с Синицыным вы ранее не общались. Чушь возьми. Нет, я же вам говорю. Вы на что намекаете? А я не намекаю. Я утверждаю, что я могу копнуть глубже. Понимаете? И найти общего знакомого, личные счеты. Вы же мать. У вас трое детей. Есть что терять. Не страшно? Что вы подлить в стакан Синицыну? И зачем вы поставили видеокамеру так, чтобы не было видно, что происходит на кухне? Я… Я хочу… Воды, пожалуйста. Нет, я требую, чтобы вы сейчас же вернули мне мою камеру и больше никогда не появлялись в моей жизни. Миша, а что, если меня специально к Синицыну подошли? Послали, чтобы подставить. Вдруг меня теперь посадят, Миша? Родная, родная, все, успокойся. Ты что, я тебя в обиду не дам. Давай-давай, поехали. Ну, просто ты же сам говорил, что в нашей стране… Тихо-тихо-тихо. Все, даже думать об этом не смей. Садись. Тихо-тихо-тихо-тихо! Теперь ты мне можешь объяснить, что случилось? Как ты вообще в полицию попал? Только финальный мир рассказывал, что они тебя туда силой затащили. Что ж такое? Как что-то случится? Миша спасай, Мишу вы разрушай! Начальник, начальник, поговори, чувак, может, по домам, а. Девятый час. Никакой личной жизни. Живее будем. Живее будешь. Слушай, Егор, ты серьезно думаешь, что она причастна к смерти Синицына, а? Ну, правда, ну, если бы она к нам не пришла, то Синицын уже давно покрался с мером. Без всякого следствия. Все может быть. Давай, Кирюх, иди домой, все. Давай. А здесь у нас Олег. Марий, привет! Привет! Так, папаня, давай торт тащи. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения Николька, с днем рождения тебя. День рождения тебя. Окей, у нас так. Вауу! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Однажды наступает момент, когда ты понимаешь, что человек, который рядом с тобой, абсолютно тебе чужой. Вечная любовь не больше, чем миф. К счастью, я недостаточно доверчива и недостаточно романтична. Но зато честна. И по правде сказать, он крутышный из тебя, вышел принц. Скажу даже больше. Мне трудно представить что-нибудь более ужасное, чем долгая совместная жизнь рядом с таким мужчиной, как ты. Поэтому большая просьба, просто оставить меня в покое. И больше никаких ночных звонков, никаких смс, никаких букетов под дверью. Расковь глаза. Это финиш. Развязка. Как? Нет. Эй, улыбочку? Что ты? Улыбочку? Я тебе сейчас покажу улыбочку! Ты у меня надолго эту улыбочку напомнишь! Ты улыбочку, а ты сейчас улыбаться будешь! У моего приятеля тоже случай был. Ну, пошел мимо. Глядь, мужик валяется без сознания. Ну, он что думает? Человек все-таки надо помочь. Вызвал кого надо. А копа его хватит под белорученьки и... Ты вообще думаешь, что ты говоришь? Человек, между прочим, только что стресс пережил. Да им лежит повязать кого-нибудь. Вот я к чему. Дело закрыть, галочку поставить и все. А то, что человек в нем проходил, это еще... Пойди, докажи. Докажем. Если бы у них были хотя бы хоть какие-то косвенные улики, ее бы просто так не отпустили. Мне, кстати, даже никому звонить не пришлось. Так, все, тишина. Ты, пожалуйста, ты, главное, только не нервничай. Ну, как тут не нервничать, а? Сволочь какая, а? Вы, говорит, специально так камеру поставили, чтобы было не видно, что вы его на кухне там таблетки подсыпаете. Так сказал. Так сказал. Что, говорит, вы побежали ему помогать, а то, что эти две курицы даже не шелохнулись, когда ему плохо стало, это нормально. Ничего. Вы, говорит, вообще, может... Может, вообще не по работе приехали. По своей воле я туда приехала. Хобби такое. Детей с соседкой вечером оставляю, и давай мужиков мочить. Причем тех, которых первый раз вижу, чтобы не заподозрили. Однако полицию нашу не проведешь. Миша, ну правда, что делать-то? Мне смешно же уже. Почему они, например, жену не подозревают? Ты мне говорил, что жена всегда первая в списке подозреваемых. Ну, я говорил, потому что за свою шкуру переживал. Ты же у нас женщина темпераментная. Так, ты хочешь знать, что тебе делать? Ты обещаешь выполнять все мои указания? Не смешно. Согласен. Ничего. Никуда не звонить, ни с кем не встречаться, ни предпринимать никаких действий. Ты что, думаешь, он так просто отвяжется? Елена, ну хватит уже, а? Они, похоже, от Анастасии вообще искать не собираются. Но ничего. Сама как-нибудь справлюсь. Кто ты же, в конце концов, за этим стоит? Кто ты, заказ этот подол? Сидеть! Я не иду. Сидеть и никуда не высовываться. Ну, ты можешь хоть раз сделать то, о чем я тебя прошу. О чем мы все просим? Я все вопросы решу сам. Первый раз согласен с предыдущим оратором. Слушайте, я никак не пойму, почему вы ко мне пришли с этим вопросом. Слушайте, я никак не пойму, почему вы ко мне пришли с этим вопросом. Сережины любовные похождения никогда не были темой наших вечерних бесед. О! Знаете, у меня знакомая в общаге все время пила грейпфрутовый сок. Ну так, знаете, в чистой закономии, чтобы никто не пил. Гады же редкостные. Понимаю, как можно это по-доброй воле пить? Да, Сережа тоже поначалу морщился, пока не привык. Ему, когда врачи сообщили о повышенном холестерине, он стал этот сок литрами пить вместо лекарств. Я сначала думала, что это ему Татьяна присоветовала, секретарша его. Но теперь я не знаю, может, это не она, а кто-нибудь из его любовниц. Странное дело, в мобильнике вашего мужа мы обнаружили четыре абонента под именем Настя или Анастасия. К сожалению, ни одна из них не подходит на роль любовницы номер два. Первая – это корректор. Ваш муж работал вместе с ней в одном из журналов. Пять лет уж как на пенсии, сидит на даче, выращивает питунья. Да, Анастасия Петровна. Да. Вторая – это курсница. Уже много лет живут с мужем в Южной Корее, и последний раз в Москве была в октябре месяце. Третья – кем бы она ни приходилась вашему мужу, они не виделись уже 11 лет, потому что последние 11 лет этот номер принадлежит другому человеку. Автослесарь из Печатников, по-моему. Ну, а четвертую, я думаю, что вы догадываетесь, чей номер. Наша дочь. Да, так вот, эта женщина, девушка, Инга, может быть, вы помните ее, где-то виделись? Да нет, черт побери. Вы это, так не нервничайте, Елена Владимировна, потому что я же здесь тоже нахожусь не по своей воле. Знаете, у меня до жути вредный начальник. Сто раз ему говорил, что нету состава преступления, но его действительно нету. Ну, вот сажусь за отчет и концы с концами не могу свести. Ну, сами посудите, зачем человеку со здоровым сердцем употреблять гликозиды? Хотя вы уверяете, что он их не пил. Каким же образом они оказались в организме его? Понятия не имею. Ну, хорошо, может быть, вы все-таки вспомните. Может быть, когда-нибудь видели вы эту женщину, Ингу Хвостикова? Я, правда, не помню, как она выглядит. Вот, посмотрите. Вот так вот она и выглядит. Нет, не помню. Елена Владимировна, я вам тогда на всякий случай оставлю эту. Ну, мало ли, может, вспомните. Хорошо? И помните, для вас я свободен 24 на 7. Что? Всегда. Звоните в любое время. До свидания. До свидания. 24 на 7. С какой стати ты решил, что я на это соглашусь? Мало ли, что наговорил. Подожди, я перезвоню. Какого черта здесь происходит? Я что, уволена? Представь себе. Вот так просто, значит, да? А можно поинтересоваться, кто теперь фаворит? Еще никогда мой рабочий день не начинался с обысков и допросов. В моем офисе не должно звучать слово убийство. И по нему не должны разгуливать полицейские. Твой Журавлев здесь каждого по часу мурыжил. Мы трех клиентов потеряли из-за его появления. Меня до сих пор трясет. Мне страшно. Нереально страшно. А ты знаешь, я не испуглива. Держи. Обалдеть. Страшно ей. Ну ладно. Слушай, а ведь я не хотела ехать на тот заказ. Ты помнишь? Тройная ставка, откул. Почему, кстати, ты так настаивала, что именно я поехала на этот чертов вызов? Потому что клиентка хотела лучшую, ты лучшая. А я просто спасаю свой бизнес. Беларусь. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, только что, пришли результаты? Что там у тебя? Ну, все чисто. Никаких гликозидов. Ни в пакете с соком, ни на осколках, ни в вине. В смысле? Подожди, этого не может быть. Может. А когда мы первые появились на квартире? Спустя два дня после смерти. Ну, понятно, она за это время давно забыла следовать. Давай, жди меня. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это решительно невозможно. Да будет тебе известно, что сердечные гликозиды можно условно, конечно, разделить... Дай-ка. Разделить на три группы в зависимости от длительности эффекта, скорости реагирования и способа накапливания в организме. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что это мне дает? Ну, что? Пищу до размышлений. Гликозиды, которые обнаружили в теле Синицина, относят к первой группе. Ну, для полной ясности назовем их, скажем, черепашьями, да? Медленно. И действует не сразу. Ага. Максимальная концентрация достигается через восемь-двенадцать часов. И выводится медленно, что позволяет мне заключить следующее. Лекарства поступали в его организм регулярно. Понимаете? Как минимум в течение двух недель. И принимал он их последний раз задолго до того, как уехать на скорой? Правильно. Ты знаешь, что ты сделал? Что? Что? Что ты полностью растоптал мою основную видерщину, красавчик. Подожди, но умер-то он от гликозидов? Скорее, да, чем нет. То есть? Ну, что, то есть доза, конечно, была большая, но не смертельная. Если бы не грейпфрутовый сок. Который пион литрами. Черт! Запомни на будущее. Никогда, никогда не запивай таблетки грейпфрутовым соком. Действие отдельных препаратов он увеличивает вдвое, слышишь? Вдвое! Да, да! Здрасте, Инга. 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 Ладно, просто, Инга. Инга, я хотел бы попросить… Ну… Ну, в общем, хотел бы извини… извиниться. Извиниться… Да ну её… Ну… 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 Данила… Будешь ты, водитель… Ну, ломай… Привет! Мама! Привет! Привет! А мы игру придумали! Классная! Вот это остроглазая выкухоль! Ух ты! Ничего себе! Классная выкухоль! Держи. С работой разобралась? Ну, типа того, да. Ну, присоединяйся! Я лучше вам не буду мешать. Так… Слушай, а как ты думаешь, я бы могла быть менеджером по продаже рекламы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он определённо был счастлив в браке. В редакции его все обожали. Такое горе. Враги? У такого человека… Вы сейчас всерьёз говорите о том, что он был убит? Вы даже представить себе не можете, что это был за человек. Как мы будем без него? Это ужасно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О-о-о! Ну, чё? Ну, тут тоже, значит, ни таблеток, ни сиропов, ни порошков, ни микстуру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сокол, перехватывай. Угу. Открыт? Угу. Бери на токсикологию, пойдём. Пойдём. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, получается, ты был прав. Но ведь не может быть так, чтобы человек долгое время по собственной воле пил лекарства, и при этом не хранил их ни дома, ни на работе, ни у себя. Ну, бред какой-то. Верно я говорю? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чё ты залип? О-о-о. Что у нас здесь сделали? Что, значит, не ждали? Ваш глафред мне сам звонил на прошлой неделе, назначил эту встречу. Дело в том, что… Без репрессии какой-то. Почему вы считаете вообще, что вы так можете бездавно тратить моё личное время? Где он? Где его кабинет, скажите? Простите, Витя. Что, занят, да? Знаете, меня это вообще не волнует. Девушка. Девушка. Простите, но он умер. И его больше нет. Ой, ну что тут говорить, конечно, никто не знал. Сергей Валерьевич, лучше, чем вы. Возьмите. Спасибо. А скажите, пожалуйста, неужели у вас, у такой проницательной, такой чувствительной женщины нет никаких версий произошедшего? Водился за ним один грешок. За него и поплатился. А Лиза вся такая фр-фр-фр-фр-фр-фр-фр. Хитрющая, как Лиза. Поработала у нас в редакции где-то полтора месяца после института. И в постель. Ой-ой-ой. Конечно. Где же ей такое красивое работать? Да. Не говорите ничего. Ну что вы думаете, что это, а? Он же хотел бросить ее все время. Измаялся весь. А по мне сам виноват. Ушку лисил на бабскую цепь. Погавкивай да сиди. Где-то месяца два назад она заявилась к нам в офис, шмы к нему в кабинет. Кричала, мол, не смей так со мной поступать. Бросишь, убью. А, Таня, вы о своих подогрениях полиции рассказывали? Нет. Мне кажется, что стоило бы. Вы и сюда пробрались? Не стыдно? Здрасте. Дальше. Удивительно. Дальше. Дерезь, боляй. Книга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серега, и дело уже закрывай. Бабка мне это достала просто. Слушай, ну сколько его нужно ждать? Просто невозможно уже. Здрасте. У меня времени мало, поэтому, пожалуйста, побудьте под стальоном, ладно? Передайте, пожалуйста, своему начальнику, чтобы он присмотрелся к Олесье. Это любовница Синицына, фамилия Конетич. Хорошо? Я не удивлюсь, если она сама не устроила весь тот спектакль. До свидания. Искренне надеюсь, что нет. Заряд вроде стопроцентный и не сломанно. На запись нажимаю, ничего не идет. Хоть ты тресни. Слушай, Хвостикова, я вот тебе вопрос хочу задать один. Скажи, а ты вот не можешь звонить мне просто так? Ну, чисто по-человечески узнать, как у меня дела, не болею ли я. В конце концов, рассказать мне, как поживает наша дочь, что с ней происходит, а не вот эти бесконечные. Почини смеситель, почини это, почини диван. А, кстати, диван-то мне еще ни разу не чинил. А, между прочим, не мешало бы. Ген, ладно тебе, не обижайся. Я же так не только с тобой себя веду. Ну, в этом-то я как раз и не сомневаюсь. Вот. Слушай, так у тебя здесь банально память закончилась. А ты не пробовала ненужный материал стирать или, я не знаю, в компьютер перекидывать? Ну, я умею же. Вот у тебя здесь, например, файл на два часа. Хм, интересно, как аккумулятор-то не разрядился. Сейчас, вы поедете домой, и все спокойно. Ну, если меня трогать, трогай, ты не смешаешь. Обглянись мне на меня, ураль, ты что думала? Ну, басочки, гельцы, я что, на колесе... А ты ее знаешь, Хвостикова, что происходит? Кому ты звонишь? Журавлеву звонила. Это кто? Следователь тот. Подожди ты, клялась всеми богами, что ты не будешь ввязываться в это дело. Хвостикова! Прям клялась, да? Ну, значит, не буду лезть, только завтра что-нибудь да. Алло, здрасте. Здрасте, да. Инга, ага, Хвостикова. Минутка будет у вас? Будет. Вы украли улику. Нет, я вообще-то ничего не украла. Я себе вернула свое имущество. Вот и все. И, кстати, вы мне сейчас спасибо за это скажете. Не хотите говорить, ваше право. Тем более, у меня есть уже версия происходящего, которая очень понравится прокурору. Вы пришли за пузырьком гликозидов, которыми долгое время, капелькой за капелькой, травили своего любовника. Что? Кого травили? Сережа умер от сердечного приступа. А все, что вы говорите, полнейшая чушь. Угу. Да, вернулась в квартиру. Вернулась за заначкой. Уже стянки с почаев Сережа хранил пачку наличных. И не надо на меня так смотреть. Я взяла это для сохранности. И вообще ни копеечки я оттуда еще не потратила. Почему вы убили Синицына? Причина. Мне нужна причина. Он отказался разводиться с женой? Два года отношений к коту под хвост? Да. Любуйтесь, любуйтесь. Кирилл, ты еще ничего не перепутал, нет? Оно на горячей сидит. Чего ты зашуешься? Ну, только что пришли результаты по соку из кабинета Синицына. Результат положительный на гликозиды. Оу-е-е-е-е-е. На. Пойдем. Пойдем. Распишитесь здесь. Когда вы последний раз были в редакции? В январе. Или в феврале. Вы не врите. Я все равно его знаю. Пройдитесь с капитаном Фадеевым для изъятия денежных средств. Я Алису сейчас видела. Вы почему ее отпустили-то с такими уликами? Которые я вам буквально на блюдечке. Слушайте, ну я же правда хочу помочь без дураков. И кстати говоря, мне кажется, мне это неплохо. Выходит, вы сейчас просто так уедете и все? А я вообще-то улицу украла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вы всегда так ездите? Всегда. Буду спрашивать о монастажер. Поняла? Только смотрите, руками ничего не трогайте. Здрасте. Здрасте. Ты там? Здесь? Вся редакция отдыхает? Да? Ну, замечательно. Три часа назад отправили новый номер в типографию. Вы хотели с кем-то поговорить? А, нет. Нет. Как же так случилось, что вас родную оставили? Татьяне вчера не здоровилась. Я предложила свою помощь. Обычно она у нас за всех. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас вы скажете, что видите эту штуку первый раз в жизни. А я отвечу, что не верю, потому что обнаружил ее в вашем рабочем столе. Тогда вы скажете, что вам ее кто-то подбросил. Ну, потому что вам-то хватило бы ума заранее избавиться от улик. И должен заметить, что это был бы самый весомый аргумент вашей речи. Но тут я достаю козырь. Классика Жана. Начальника секретарша. Да-да. Ой. Слушайте. Так это же вы обратились в агентство Чаева Какао. И вы же написали эсэмэш, что жене. Подождите, вы думаете, что я не докажу это никак? Ну да, да, да. Был у нас роман. Что дальше? Хотела ли я его вернуть? Да, хотела. Я поэтому весь цирк этот устроила. Думала, что все разом от него отвернутся. А тут я. Ну, поймите вы. Он должен был мне живым. Зачем мне было его убивать? Спасибо. 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 Вы можете идти. Это камера. Ну, я сам виноват, что улику надо было отпечатывать. Ну, ладно. А может, поедим? Я вот думаю насчет Татьяны. Ну, странно просто. Получается, у нее хватило ума стереть отпечатки с пузырька, а выбросить его не хватило. Даже после того, как полиция приезжала в офис. И сок этот отравленный тоже. Ну, почему она его не выбросила? Разве какой такой цели она его оставила в кабинете? Может, я подставить просто? Ага. Ну, а что, она на убийцу не похожа. Ага. Много ты в этом понимаешь. Ну, что же, на ты? На ты. Ну, ладно. Ну, это же люди. Что ты хочешь? А у меня все же три ребенка. Три мужа, три святого. Это что это да значит? Ну, зачем ты вообще начала этим заниматься? Мама моя тоже все ворчит. Ходишь, говорит. Карму себе портишь. Ну, я считаю, что я очень даже важное дело делаю. Ну, ты сделала. Мне, кстати, уволили из-за тебя. Ну, что, нормально, без обид. Ну, короче, я считаю, что я выполняла важную миссию. Избавляла людей от ненужных иллюзий. Ну, чтобы они так стать. С чистой страницы. Тут мы с собой похожи. Мы оба и добавляем людей от ненужных иллюзий. Так сказать, гансы справедливости. Так, посмотрите. Никто особо нам не рад. Ага. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, жива? Ну, вроде как. Слушай, ну спасибо, конечно. Что? Что? Ой, отвез. Тебе спасибо. Да, и за ужин. Окей. Ну, ладно, хороший вечер. Да-да-да, и тебе тоже. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Аншлаг? Мама пришла. Мама! Я научилась на велосипеде кататься совсем без задних колес. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здорово. Я теперь когда не умею. Ты как увидишь, сразу упадешь. Мне так папа сказал. Что, правда, что ты прям без задних поехала? Прям без задних. Танька, возьми, пожалуйста, ребят в комнату. Пойди, сейчас я приду. Сейчас я приду. Ты чего делаешь, а? Ты думаешь, можешь мне весь что вытворять, а я за тобой буду вечно следы подтирать? Я тебе что сказал? Никуда не высовываться. Никаких контактов с полицией. Миш, ты, ну, как-то поспокойнее ей. Все хорошо. Разгрыгнулась, видишь, у нас она живая, с ней все в порядке. Что значит поспокойнее? Ведь ты почему телефон не берешь? Ой, ты мне надо делать вид, что ты не догадываешься. Она у нас времени зря не теряет. Убийство – отличный способ завести нового ухажера. Что? Четвертый на подходе, да? Ты ему сообщила, что у тебя трое детей? А вот это уже не твое дело, Миша, правда. Это... В общем, с наступающим тебя. Спасибо, Ким. Ким. Субтитры сделал DimaTorzok Мамочки! Отлично! Попил очагу! Ген! Ген, у меня опять что-то с электричеством! Когда уже починишь? Миша! Миша, ты денег обещал дать мне заданки на занятия платить! Олег! Ты помнишь, ты сидишь с ними в воскресенье? У меня маникюр! Я люблю вас, пацаны! Доброе утро! Ой, добрая! Мама! Мама! Смотри же, это тебе! Ой, вы ж мои золотые! Спасибо! Спасибо! Здравствуйте, мальчики! Папа! Папа! О, привет! Очень горько! Как дела? Нормально! Как в школе? Нормально! Ребята, у меня турнир… А вот и мама! А вот и мама! С днём рождения! Спасибо! Ну что вы могли бы одеть какую-нибудь белую блузочку или пловер! На ходу и конец! Вперед! В воду цвети, пожалуйста, поставьте! Так! О-о-о! Так! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло! Спасибо! Спасибо большое! Ну, буду стараться! Да! Ну, что ж, здесь, знаешь, всё, я не живём! Ага! Давай-да, давай-да, всё, спасибо-пасибо! Пока-пока, целую! Ген! Ты скоро там? С чаю хочется! Секундочку! Секундочку! Так! Готово! Жми! Ген, ты бог! А чё там не так-то было? Ну, чего? Твоя проводка старше музейных экспонатов. Вот и не выдерживает! По-хорошему её менять надо! Всё! Подожди! Значит так, слушай меня внимательно, рассказывай! Твоя проводка может выдержать один, максимум два прибора за один раз! Посмотри внимательно на мои пальцы! Два прибора за один раз! Ага! Понятно? Нет никакой надежды, абсолютно никакой надежды на то, что ты можешь использовать третий электроприбор одновременно! О чём мне, Гена, прекрасно известно! Именно поэтому я никогда не включаю сразу три прибора! А ты давно была в детской комнате? А чё там? Ну, дело в том, что там примерно на пять градусов теплее, чем во всей остальной квартире! Дело в том, что твои дети во время последних холодов включили обогреватель и так до сих пор его и не выключили! А у тебя когда примерно проблемы с проводкой начались? Ну, не знаю, месяц где-то? Ну вот! Вот он! Третий неучтенный элемент! Так сказать, принцип синергии! Знаешь, что такое? Нет! Сейчас расскажу! Так! Это когда несколько по отдельности абсолютно разных элементов, безобидных, суммарно приводят к неожиданным, порой трагичным последствиям! Чего ты сейчас сказал? Ну-ка, повтори! С какого момента? Слушай, его же не хотели убивать! Черт! Черт, как я сразу об этом не догадалась! Ген, посмотришь за ними, ладно? Дети! Подожди, за кем я посмотрю! Покормят за детьми! Я на часик буквально где-нибудь... Ну, прости, прости, миленький! Да пойми же ты, смерть Синицына наступила даже не от двух, а от трех элементов! Грифрутовый сок? Да! Гликозиды? Совершенно верно! И я! И ты! И я! Главная скандалистка Чао-Какао, способная довести любого человека до сердечного приступа! Именно так моя начальница впаривала меня своим клиентам! Но ты же сам говорила, что доза гликозидов, найденная в теле Синицына, не была смертельной, так? Была смертельной! Так, правильно! Но! Так же, как я не учла этот дурацкий обогреватель, она не учла, что гликозиды несовместимы с грибфрутовым соком! Понимаешь? Плюс она не учла, что сильный стресс может его добить! Подожди, ты хочешь сказать, что это она сделала? Ну, конечно! Жена! Но ей было выгодно, понимаешь, чтобы Синицын был жив, но как бы не совсем здоров! Плюс беспрепятственным доступом к его идее и напиткам, и в офисе, и дома! Плюс тот факт, что она заходила в издательство за день до того, как мы с тобой нашли там пузырек в секретарском столе! И она ведь прекрасно понимала, что я буду искать до последнего! Конечно! Я ей сам об этом сказал! Конечно! Надо ехать! Елена Владимировна, вы подозреваетесь в умышленном причинении вреда жизни и здоровью вашему супругу Сергею Валерьевичу Синицыну! Вы можете хранить в молчании, но предупреждаю, все, что вы скажете, можете использовать против вас в суде! Вот постановление! У меня есть знакомая, которая в девяностых была жена нового русского! Все у нее было хорошо, а сейчас бедствует! Еле-еле сводит концы с концами! Так вот, примерно такая же участь ожидала и вас, и вы это понимали! Вы же после рождения детей ни дня не поработали! И перспектива развода вас пугала! Я уже вам сказала, что ничего не знала! Вранье! Все это вранье! Я вам сейчас легко докажу! На наше счастье, вы передвигаетесь по городу не на общественном транспорте, а исключительно на такси! Ну, естественно! Последний год вы пользуетесь одной и той же службой, которая любезно нам предоставила выписку! С адресами, которые вы посещали! Так вот, за последний месяц вы посещали три дня подряд один и тот же адрес! А адрес, где ваш муж встречался с любовницей! Совпадение скажете вы? Нет, не скажу! Но это еще ничего не доказывает! Может быть! Может быть, ничего не доказывает! Но надо отдать вам должное! Вы придумали необычный способ удержать мужа! Тут таблеточку, там таблеточку! Умереть не умрет, но желание развестись оставит до лучших времен! Откуда же вам было знать, что сочетание грейпфрута и сильного стресса доведет вашего мужа до сердечного приступа! И я хочу, чтобы вы знали! Вы слышите меня? Именно вы виноваты в том, что ваш муж мертв! Вы слышите меня? Если бы вы сразу сказали докторам, что он употреблял гликозиды, его можно было бы спасти! Но вы же этого не сказали! Ваш муж мог бы жить! Значит так же! Я не буду больше разговаривать с вами без присутствия адвоката! Почему до сих пор нет моего адвоката? Прошло уже четыре часа! Вы сядьте, сядьте! Может быть, воды? Не надо, спасибо! Не волнуйтесь, адвокат уже в пути! А пока он едет, я найду основания, чтобы переделать дело с непредумышленным убийством в предумышленное! И светит вам 105-я, часть 1-я! От 6-ти до 15-ти лишения свободы! Все! Пришли результаты! Отлично! Все, как ты говорил! С меня сегодня два пива! Красавчик! Давай! Ну, вот и все, Елена! Вашего признания мне не нужно! Потому что это доказывает, что именно вы, именно вы положили пузырек с лекарством в ящик стола секретарши! Вы думаете, что я вот что поверю в ваш этот блеф? Блеф! Не дождетесь! У вас ничего нет! Вы правы! У нас нету ваших пальчиков на пузырьке с лекарством! Но вы не остались на ящике стола! в котором по счастливой случайности оказался яд, предназначенный для вашего мужа! Все, Елена! Допрос окончен! Кирюха! Заходи! Завершай! Иди сюда! Я прошу вас, не уходите, пожалуйста! Я... Я правда, я... Я не знаю, честное слово, я не хотела, чтобы вот так все обернулось! Я каждую секунду... Я сожалею, что... Я сожалею, что так все обернулось! Я Богом длилась! Поехали! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну че? А, да все круто. Ну так. Ну да. Рыбка клюнула на список левых телефонных номеров. Так что ставим жирную точку в этом деле. Так это дело нужно отметить. Угу. Да, кстати, ты говорил, что у тебя два пива есть. Ну, ну, ну. Чего? Два пива, два пива тут часть образа. Кто дело раскрыл? Ты. Поэтому и ставишь ты. Да вот именно, что дело раскрыл не я. Хватит при меня. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Давай, давай, давай. Давай пойдем. Слушай, тогда пошли в эту кафешку. Иначе, которая... Камбринус. 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 У нас есть тост. Итак, у меня есть тост. За то, чтобы нашей любимой… Бывшей жене… Больше никогда не доводилось сталкиваться с представителями следственных органов. Камбринус. Ну… Давай. Ура! 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 Давай. Чёп-чёп. Ну что, какой у нас план? Да положи ты телефон. Поешь что-нибудь. Ты что будешь? Не хочешь? Положи ты телефон. Карабусик. Давай, надо закусить. Секундочку. Я тоже. Я не могу. У меня крыжа в позвоночнике. Салфетку подорвусь. Колбаса. Сейчас я… На секундочку. Алло. Давай, давай, давай. Надо поесть. Ой, наконец-то я вас нашла. Я как узнала, что вы не работаете в чао-какао, чуть не посиделой. Ей-богу. Выручайте. Никаких денег не пожалею. Прилип, подлец. Точно банный лист. Никак не могу отодрать. Ну да. Понимаю. Мой любимый типаж. А давайте, знаете, как сделаем? Вы мне на почту пришлите, пожалуйста, все подробности, хорошо? Хорошо. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.